Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро еще раз. Как мы и анонсировали, поток гостей у нас сегодня утром, несмотря ни на что. Бывший мэр Риги Олег Буров у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас многие подумали, когда все эти неприятности с коронавирусом случились, что понятно, что уже обратно эту пленку не провернуть по поводу Рижской думы. Такое ощущение, что временная администрация задержится в стенах ратуши. Плохо это, хорошо, как вам кажется. С одной стороны, понятно, что сейчас всем не до выборов. С другой стороны, все-таки в демократическом обществе принято, что все-таки избранные представители управляют городом, а не чиновники из министерства. Тут уже мы ничего не изменим и эту ленту не открутим. Понимаете, когда речь шла в конце года, в декабре, о том, что Думу нужно распустить, потому что Дума не справляется с мусором внеочередной ситуации. И вот эта аркарта ситуация. Мы все время говорили, я у вас говорил в студии, многие другие говорили, что какая она внеочередная ситуация. Если, посмотрите, в окно ничего не изменилось, то вот сейчас, на самом деле, воистину, это чрезвычайная ситуация. Если мы сейчас с вами посмотрим в окно, то мы увидим закрытые кафе, закрытые магазины, пустые гостиницы. И мы сейчас увидим на самом деле чрезвычайную ситуацию не только в городе, но и в государстве. И, конечно, в городе это особенно, потому что в городе, в Риге, в столице, много именно работников, все рестораны, кафе, это все связано с сферой услуг. Это все больше всего пострадает в столице. Поэтому нормально или нет, что администратор, здесь ничего не поделаешь. Но, конечно, для такой ситуации три человека вместо 60 депутатов Думы, которые только пришли, и у которых понимание того, что они пришли на пару месяцев, это, конечно, очень большая проверка вот для этих трех людей, для всей этой ситуации. А вот сейчас нужно принимать бюджет? Потому что до начала чрезвычайной ситуации… Обязательно. Обязательно. Сейчас нужно принимать бюджет, и бюджет нужно принимать незабедительно. Вот тот, который вы разработали, да? Тот бюджет, который мы разработали, его можно как-то корректировать, но сейчас главное принять бюджет. Я могу сказать, почему. Нужно в бюджете запланированы инвестиции, нужно греть экономику, нужно обязательно, чтобы проводились какие-то ремонтные работы, чтобы что-то проводилось, чтобы можно было дать работу строительным фирмам. Причем, я думаю, что очень важно в этот раз, чтобы строительные работы проходили не на каких-то многомиллионных заказах, а проходили абсолютно маленькие ремонтные работы. Поэтому вот сейчас, как раз, когда школы закрыты фактически на месяц, очень важно, например, провести, утвердить бюджет и заключить договора, а я знаю, многие закупки закончились и просто ждут утверждения бюджета, заключить договора и дать возможность строителям, например, поремонтировать. Они вам всю школу за месяц не отремонтируют, но отремонтировать там. Какие-то мелкие работы, которые, да, само учебного процесса нет. Зал, спортивный зал, по крайней мере, больше половины сделают, сделать гардероб, отремонтировать классы. То же самое мы знаем, что полупустые стоят детские сады. Почему не взять, например, одну группу и ее отремонтировать? На это уйдет там где-то 15, 20, 30 тысяч, да. Но зато будет сделано ему. Это те деньги, которые дать работу людям, потому что мы сейчас говорим о, и, безусловно, с вами во время передачи поговорим об экономической ситуации, о том, как трудно фирмам, предпринимателям, но за всеми этими фирмами, за предпринимателями стоят люди. И вот людям, конечно, труднее всего. И это все только начало. Я не хочу никого пугать, но это, естественно, это только сейчас начало. Поэтому очень важно сейчас вот эта социальная политика, но где можно дать людям работу. Может ли, если про временную администрацию говорить, может ли временная администрация принимать какие-то решения по поводу поддержки, ну, какие-то, которые не были в плане вписаны в бюджете, что-то вне его, или только по плану действовать? Да, вы абсолютно правы. Сейчас нужно жить соразмерно той ситуации, в которой мы оказались. И, может быть, этот бюджет, о котором Аббек говорил, что можно взять мое распоряжение, которое я подписал, где я фактически легализовал бюджет, это была одна ситуация. Может быть, от чего-то нужно отказаться. Может быть, нужно понять и создать какой-то фонд дополнительный. Потому что мы с вами понимаем, если мы пойдем, самоуправление Рижской думы пойдет по пути каких-то больших социальных гарантий, ну, например, пойдем на то, что мне сейчас очень, ну, мне кажется, очень важно. Это ряд моментов. Первое. Льготы по налогам. Рижская дума администрирует, как и любое самоуправление, налог на недвижимость. Если вы не заплатили налог, чтобы у вас не сразу же капали пенни, штрафные санкции шли, вероятно, нужно обязательно дать возможность людям не платить. Вопрос, кому? Всем. Какой-то определенной категории – это отдельный вопрос. Дальше, вопрос аренды. Дать возможность людям не платить аренду сейчас, опять-таки, каким категориям? Однозначно, это кафе, рестораны. Не так их много. Не так их много. Ну, вот, например, вы знаете, около памятника «Свобода» ресторан «Колоннадо». Я могу, ну, это не такой коммерческий секрет, я думаю, на меня не обидится. В свое время прошел конкурс, и по конкурсу они выиграли, было 8 претендентов, право аренда. Они платят 11 тысяч евро в месяц. Это очень большая арендная плата. Причем они очень много вложили, 11 тысяч в месяц. Это нужно проводить такой маркетинг, такую работу, чтобы на самом деле у тебя этот ресторан был заполнен. Сейчас все рестораны пустые. Если они заходят, они не будут платить зарплату людям, но вот эти 11 тысяч им нужно все равно выложить. Что нужно делать? Рижской думе смотрите бюрократически, говорите, у нас нет вариантов, мы берем эту аренду, с вас вы должны платить. Или пойти на то, чтобы сказать, вы какое-то время, вот пока вы закрыты, вы не платите аренду, а потом будете платить, там, не знаю, 10, 20, 30, 50 процентов этой аренды. В настоящее время Рижской думе не дает, нет полномочий снижать так аренду, потому что есть правила кабинета министров проездного машина с карты и воздачи в аренду. Следовательно, срочно Рижская дума, я вот надеюсь, что сейчас нашу передачу, может быть, кто-то слышит, да, и, ну, в принципе, я об этом уже говорил публично, потому что я знаю, на сегодняшний момент это не происходит. Нужно обратиться к кабинету министров и сказать, давайте инициируйте это. У нас много закрылось гостиниц. Надо проанализировать, где есть еще арендные отношения. Дальше, если мы говорим тоже о каких-то льготах, о том, чтобы помочь облегчить эту ситуацию Рижанам, и в то же самое время это может быть недополученные деньги в бюджете. Ну, например, сейчас в ту финансовую ситуацию, в которую могут попасть люди, это скажется, например, на их платежах муниципальным предприятиям, как, например, Ригасному Парвелтнекс. А тоже везде есть программы, там нет человеческого фактора. Если вы до такого-то числа не заплатили, программа автоматически считает пене. Нельзя ничего сделать, нельзя это все, это давно сделано для того, чтобы облегчить эту ситуацию, это борьба с коррупцией, чтобы нельзя было, да, все это сделать, одновременно читать. Это нужно срочно запланировать, то, чтобы сказать, да, вы можете не платить пене, да, если такая ситуация, то вы, может быть, пока можете не платить аренду. То же самое платежи за воду, Ригас Уданс, то же самое платежи за тепло, потому что платежи за тепло, Ригас Силтумс, это транзакция, потому что вы платите Дому управлению, Ригасному Парвелтнексу, они платят дальше, да. То есть это нужно запланировать, чтобы вот эти, в данном случае, долги по платежам, они тоже, ну, во-первых, простили штрафные санкции, а это опять-таки распоряжение кабинета министров, ну, дальше дали какие-то каникулы. Поэтому бюджет нужно, конечно, создать какую-то подушку, вот какую-то сумму безопасности на тот случай, тоже подумать, что может сделать самоуправление. Но вот что я хочу сказать сейчас, главное, я много раз говорил, я это говорил на встрече с президентом страны, о том, что нужно рушить эту стену, которая построена между самоуправлением, городом Риги и государством. И эту стену, будем говорить честно, создавали с двух сторон, как государственные чины, так зачастую самоуправление. Вот сейчас такой стены вообще быть не может. Сейчас очень важно не каждому сидеть в своих окопах, а сотрудничать вместе, показать вместе самоуправлению, высказывать свои предложения, эти предложения аккумулировать государству и быстро менять. Сейчас на самом деле чрезвычайная ситуация. И, увы, я не хочу никого пугать, никто из нас не знает, что будет дальше. Или этот вирус отступит, и мы сможем с вами вздохнуть свободно. Мы не знаем, или это будет продолжаться, или, несмотря на теплое время, это будет продолжаться, и, в конце концов, последнее. Но мы не знаем, если не найдут против него вакцину, ну, скажем, противоядие, выражаясь таким языком. Мы же не знаем, как нас встретит осень, и что будет дальше. Поэтому сейчас наступили очень времена, очень серьезные. Здесь должны быть едины все. Да, может быть, еще такой вопрос, связанный вообще, конечно, с контекстом выборов. Правительство сегодня будет обсуждать вероятность переноса их на 6 июня. Видимо, потом будет соответствующее решение Сейма. Вот целый ряд партий думает о том, что, может быть, на время вообще прекратить какие-то предвыборные активности. Ваше вообще мнение, вы думаете, что до 6 июня все закончится? Я имею в виду отчаянная борьба с коронавирусом. Ну, во-первых, естественно, выборы должны произойти как можно быстрее. А, то есть вы как раз не сторонник, чтобы это протягиваться? Да, я для того, чтобы они прошли как можно быстрее, потому что самоуправление Риги должно получить руководство города, постоянное руководство города на этот срок, на 5 лет, нужно начинать работать. Это начало работы будет непростое, потому что мы сравниваем ситуацию с кризисом 12 лет тому назад, с кризисом 8-го года, с банковским кризисом. Но это должно пройти быстрее, но сейчас объективно это было абсолютно правильное принятое решение о том, что выборы перенесены, потому что, во-первых, сейчас людям не до этого, людям не до политики, стране не до политики, как и городу. Это первое. Второе, есть абсолютные меры безопасности, избирательные участки, если бы выборы прошли 25 апреля, должны уже заранее начать работать, но у нас школы закрыты до 14 июня. Поэтому 6 июня – это первый срок, это максимальный срок, когда могут пройти выборы. В то же самое время, если учебный год будет продлен, и эта ситуация сохранится, я не исключаю, что, может быть, срок будет еще раз перенесен. Поэтому в данном случае, ну, посмотрим как. Если мы говорим о предвыборной кампании, ну, я считаю, что сейчас, естественно, партии настроились, были разработаны у всех партий стратегии выборов, когда они что планируют рекламировать. Сейчас-то все надо менять. Мы видим, что одна партия сейчас учит, как мыть руки. Это выглядит, может быть, ну, не буду комментировать, так может быть странно, да. Ну, я могу сказать, что я тоже сказал, мой большой плакат находится на одной стене при въезде в Ригу со стороны островного моста. Я тоже сказал, что его нужно немедленно снимать, сложить, потому что сейчас не до политики. Сейчас рекламировать себя как политик – все равно какая-то партия. На мой взгляд, это выглядит кощунствами. Хотя, когда политики говорят, как мыть руки, это тоже, по-моему, уже перебор, мне кажется. Пускай эпидемиологи этим занимаются, врачи. Ну, выглядит это смешно, да, но, наверное, остались вложенные деньги, решили выйти как-то с этого, в такой ситуации. Потратить так потратить, да. Сейчас должен быть, сейчас должен быть мораторий, сейчас нужно смотреть. Я допускаю, что сейчас, может быть, все станут большими инфекционистами, начнут говорить вирусологами, начнут давать советы. Ну, политики знают все, но я думаю, что в данном случае должен быть известный мораторий хотя бы на несколько недель. Если выборы произойдут 6 июня, то до 6 апреля, я думаю, что может быть известная пауза. И вообще, мне кажется, если мы видим, что ситуация стабилизировалась, ясно, на мой взгляд, если говорим о вирусах, я сразу же скажу, что я не специалист, а не претендую на роль главного вирусолога ни города, ни страны, но мне кажется, что сейчас нужно подождать, пока люди вернутся из-за границы, посмотреть, как пройдет их карантин, будут ли они контактные, инфицируют ли они кого-то, если на самом деле они как контактные привезут вирус, посмотреть, как это разойдется, и потом у нас стабилизация произойдет, потому что мы сейчас закупорились, мы закрылись. Вот этот надо прождать 2 недели, когда все придут. Как мы знаем, самолеты, чартеры происходят, возвращение домой, возвращаются люди, которые работали за границей. Вот нужно прождать. Я думаю, на самом деле было правильное принято решение до 14 апреля. Вот это то время, говоря о школах, это то время, когда будет уже видно, сильно распространится вирус, все это произойдет, пока, слава богу, оно все проходит в легкой форме. Но понимание того, как себя вести и что делать, конечно, это не наступило. Я тоже встречался с депутатом Европарламента Андрисом Америксом, который только что приехал из Европы. Я своему политическому начальнику и другу не сказал, извини, 2 недели карантин, я с тобой встречаться не буду. А мы с ним, встречаясь в прямом эфире, да. Олег, ну видите, ну хорошо, что через микрофон точно не переносится. Ну я не знаю, было ли у нас 2 метра, а вот это нам нужно измерить. Но, между прочим, говоря о Европарламенте и говоря о Европе, я бы хотел вернуться в ту экономическую ситуацию, о чем мы говорили 5 минут тому назад. Сейчас во многих странах Евросоюз уже издал, как я понимаю, регулу, где говорит о том, что деньги структурных фондов можно направить на вот эту социальную стабилизацию, на экономическую стабилизацию. А что это значит? В нашем государстве сейчас об этом никто не говорит. И я знаю, что вчера ассоциация гостиниц, ресторанов договорилась с конфедерацией работодателей о том, чтобы обратиться в правительство, чтобы вот эти европейские деньги можно было, ну скажем, переформировать, да, на стабилизацию, да. Это очень важно, потому что денег столько есть, сколько есть. Заявили правильно, миллиард дадим. Как этот миллиард уйдет? На какую помощь? Каким предприятиям? Потому что мы знаем сейчас с вами, что гостиница «Де Рома» закрыта, в Элтон сеть гостиниц работает одна или две, в Кемпинском тоже там… Можно бы там размещать тех, которые пребывают на карантин. Вот все. Бывший президент Затлерс до вас здесь был, и он предложил такую идею. Ну не знаю, как в Кемпинске, но есть масса других, более скромных. Между прочим, я это тоже читал, и я думаю, что у Затлерса, учитывая то, что все-таки Затлерс не только президент, но и доктор Затлерс, я думаю, что известная логика есть, потому что мы не знаем, как люди, когда они прилетают, как они расходятся, если они контактируют с пожилыми людьми. Это самая большая группа риска. У меня тоже мама пошла вчера получать пенсию, и вот это один вопрос еще, который я хотел сказать. Пошла пенсию, и час простояла на почте за получением пенсии. Там явно не было два метра. И там не было два метра, и там стояли люди пожилые, это группа риска. Но что я хочу сказать, уважаемое радио. Многие рижане, у кого родной язык русский, и которые живут реально в информативном пространстве русском, они не знают решения правила кабинета министров. Я с утра вчера включил ТВ-24, там идет прямой эфир на латышском, естественно, языке, идет прямой эфир заседания парламента. Это все люди, у кого латышский язык родной, или которые свободно владеют латышским, могут знать. Они эту информацию получают. Для людей, особенно пожилых, кто привыкли получать информационное сообщение, все на русском языке, они эти многие вещи не знают. И у меня то же самое, если мы говорим о моей маме, с которой мы живем вместе, она это может узнать от нас. А если человек живет отдельно, для этого проблема. Поэтому, по-моему, сейчас очень важно и государству нужно очень многие вещи переводить на русский язык, объяснять. Здесь очень важно информационные компании. Может быть, тому же самоуправлению, возвращаясь, не нужно говорить, о чьей это обязанности, а можно сделать какое-то объяснение, какие-то проспекты на русском, на латышском языке и кинуть их в почтовые ящики. Потому что люди сейчас сидят дома, и, может быть, вот их самый дальний поход это в магазин и в почтовый ящик, где информировать. Вот это та компания, когда, Набик, вы меня спросили, а что делать политикам? Вот не надо сейчас раскидывать свои вот эти, как в Польше говорят, рекламовки, да, политикам, а нужна администрация. Думы, потому что тут нет политиков, Думы не руководят политики, Думы руководят и администраторы. Может быть, взять и запланировать, как на двух языках, информировать, что происходит. Нормальные средства гигиены, в принципе, объяснить то, что принял Кабинет министров и другие правила. И мне кажется, это нужно сделать как можно быстрее. Потому что я, к примеру, получил, в том числе, на русском и на английском из ЦСДД. Это, конечно, все очень хорошо. Да, так сказать, я зарегистрирован в ЦСДД по понятной причине, там мне приходят эти сообщения. Но вот пенсионеры, которые ходят на почту за пенсией, я почти уверен, что они в ЦСДД в электронной форме не зарегистрированы информацию на английском и на русском, они не получат на свой телефон. Мне вчера позвонил один пенсионер. И он сказал, господин Буров, очень хорошо, что вы нам помогли полгода тому назад, когда запретили подачу данных по воде в электронном виде, в СМСках, а вернулись к старой системе, когда бумажка, писали показания счетчиков. Потому что, как вы помните, это было много сюжетов, об этом и ваше радио говорило. Там люди стояли в сумасшедших очередях. Но он это говорит в каком контексте? Он живет на Югле, и сейчас один из банков закрыл свое отделение на Югле. Ну, надо как-то оптимизировать свою работу. И они закрыли. И он говорит, мы для того, чтобы получить пенсию, должны ехать с Юглы в Пурцемс, на Дзелзевос. Опять-таки, мы в общественном транспорте едем, там мы выстраиваемся в очередь. Ну, и он просто не совсем, может быть, знает этот весь порядок и обращается к бывшему мэру. Наведите порядок с этим банком, скажите ему. Мы все понимаем, этот банк вообще, владельцы, это российский банк, но разговор не об этом, у нас все банки частные, и на них мое решение или мои советы, неважно, я работаю в доме или не работаю, не действуют. Но вот здесь надо понять, нам нужно исключить многое движение. То есть, людей, я прочитал вчера вечером, что в Долговпилсе отменили скидки на транспорт, если я правильно прочитал, чтобы меньше народ ездил на общественном транспорте. То есть, нам тоже нужно понять и создать вот такие, пусть эти участки работают, пусть этот банк, отделение, например, на Югле не работает каждый день, пусть он работает два раза в день, но нужно создавать возможность, чтобы люди, люди в данном случае меньше двигались. Вот такая картина сегодня, вот читаю, вот когда представитель продовольственной сети, одной, не буду ее рекламировать, говорит о том, что вы вообще должны оценить, а стоит ли вам в этот магазин ходить. Это, конечно, очень интересная картина, когда представитель продовольственного магазина советует туда не ходить. Ну да, и это опять-таки, вот, Абик, это опять-таки тот разговор, да, вы можете перейти на то, чтобы покупать, делать покупки в интернете. И поднесут мешочек к дверям, деньги вы уже платите. Главное вовремя открыть дверь. А если там будет гречка, то ты можешь ее уже не дождаться. Да. Вы, кстати, закупили гречку? Макароны тоже. И туалетной бумаги? Мы закупили гречку, мы были на Новый год в Белоруссии, и оттуда привезли много гречки, потому что она там вкусная, поэтому я пока, жена докладывает, что пока мы продержимся. Какое-то время. Запас вина и гречки у меня достаточно, с остальным тяжелее. Белорусские. По поводу вот поддержки, которые вы тоже говорите, что вот этот миллиард, который планируется выделить, но опять-таки его же не планируется выделить как выделить. В каком виде должна быть эта поддержка? Потому что министр финансов, господин Райер, сказал, что да, 200 миллионов будет выделено, скорее всего, безвозвратно, это больничное, а вот остальное в виде кредитов, в виде льгот, в виде такой поддержки. То есть деньги никому не дадут. Напрямую. Я думаю, что в виде компенсации зарплат. Опять-таки возьмем, о чем мы сейчас говорили. Вот вся область, ну, начинаем с ворот Риги, Аэрбалтик, 400 людей не работает. Аэропорт Рига. Я не читал, но я думаю, что там тоже пойдут сокращения. Это понятно, да. Зарплаты, как я понимаю, там выше, чем средних в отрасли, в том же самом городе. Люди, соответственно, видя, что у них неплохая зарплата, стабильная работа, взяли кредиты. Взяли кредиты на покупку недвижимости, взяли кредиты на покупку, может быть, транспорта, еще какие-то вещи. Сейчас им эти кредиты надо выплачивать. А уже не платят зарплату. Ну да, но зарплаты-то нет. О чем мы говорим? Ну хорошо, самолеты. Рыбалтика освободила людей с работы. Но все-то самолеты у любой авиакомпании в лизинге. Я не знаю, может быть, у Эмиратов они выплачены, да, или еще там у сингапурской компании, но в основном они у всех в лизинге. Это тоже платить нельзя. И тогда вопрос, это цепная реакция и вопрос, как это пойдет, как это скажется с банковской сферой. Поэтому это все очень непросто. Поэтому сейчас очень многим людям нужно начинать с малого. Нужно им компенсировать зарплату. Например, 75%. О чем говорит та же гостиничная отрасль? Сколько у нас людей осталось без работы сейчас, когда закрываются гостиницы, закрываются рестораны? Мы же, извините, у нас же нет предприятий, мы же в основном работаем в сфере обслуживания, если мы говорим о Латвии, да, и особенно о Риге. Тогда, если им компенсировать, если освободят, они все пойдут на биржу. И они встанут на биржу, и тогда господин Рейерс, который говорит, так мы не дадим, он эти деньги так и выложит. Поэтому сейчас нужно просто смотреть. Лучше компенсировать пострадавшим, наиболее пострадавшим отраслям зарплату для людей, например, 75%, 25% пусть платит работодатель, принять решение, что, например, МПВН нужно меньше платить сейчас на это время, например, только 5%, наконец-то принять решение такие. Поэтому, если мы сейчас будем говорить, что мы будем давать кредиты, ну, так мы быстро проиграем. Привемся буквально на пару минут на рекламу. Олег Буров у нас в студии, не переключайтесь. Мы продолжаем. Бывшие Марвиги, Олег Буров у нас в студии, обсуждаем мы, конечно, ну, коронавирус и все, и все, что вокруг него, потому что... И как с ним бороться. И как с ним бороться, и как бороться с последствиями, потому что коронавирус коронавирусом, но настолько много ниточек за собой тянет, что, в общем, все, о чем не говори, все равно все к нему и приведет. Вот, ну, рано или поздно, все-таки, тем не менее, мы надеемся, что эта эпидемия или пандемия все-таки завершится. Постепенно, наверное, и Рига будет оживать и в экономическом плане тоже. Тем не менее, и летний сезон все-таки будет. Что вы считаете, все равно потом будет приоритетом. Но не будем же мы все время жить в условиях вот этой чрезвычайной ситуации? Ну, если мы говорим о чрезвычайной ситуации, заканчивая этот вопрос, это сейчас проверка очень многим руководителям, потому что сейчас нужно быть кризис-менеджером. Если сейчас сидеть, действовать нестандартно, не опускать руки, действовать нескандартно, действовать быстро, быстро принимать решения, потому что мы говорим на самом деле о здоровье людей, мы говорим о экономической ситуации, мы говорим о том, что у многих на самом деле в этой ситуации могут в экономической ситуации опускаться руки, поэтому на самом деле очень бы хотел, что те люди, от кого это зависит, неважно в какой области, где, но они бы работали быстро, быстро принимали решения и не боялись принимать решения. Что нужно делать дальше, на самом деле эта вся ситуация закончится, и будем надеяться, что она закончится как можно быстрее, и все будет хорошо, и на самом деле те, кто инфицированно переболеют, это в легкой форме, и все стабилизируется. Но потом нужно не забывать о том, что было запланировано, что нужно решать, то есть так или иначе, мы сейчас живем, сейчас середина марта, нужно смотреть где-то через пару недель, нужно начинать уже сносить половину Брасовского моста, нужно не останавливаться, смотреть, что там происходит, и в принципе, хоть и не работаю сейчас в Думе, но обязательно поинтересуюсь, какая там ситуация. С Брасовским мостом нужно проводить все конкурсы по закупкам, по ремонту Бруненеку и Чака Мариес, и это обязательно нужно начинать, потому что вот сейчас сам проезжаю как водитель по улице, ну хорошо, что она сейчас не такая пустая, не надо стоять в пробках, но ты едешь по ней, ты видишь, насколько, в каком страшном состоянии эта улица находится. Нужно проводить все ремонтные работы в школах, как это и было, мы уже об этом говорили, что это и, скажем, важно очень для экономики, для того, чтобы получали заказы, люди работали, у людей была работа. Но вот это все те вещи, и ремонт того же парка из Планада, сейчас мы видим, какая у нас весна, и вряд ли будет какие-то большие будут, большие минусы, снег, поэтому это все надо ремонтировать. Так или иначе, я думаю, что сейчас никто не говорит, но я очень надеюсь, что эта вся волна пропадет, и на праздник песни школьников это не скажется. И пока приостановлен отбор участников? Ну отбор приостановлен, да, но всегда праздник песни школьников проходил, я думаю, что он пройдет сейчас, но в принципе довольно трудно о чем-то сейчас говорить, да, тут надо жить, не могу сказать, сегодняшним днем, но ближайшими неделями, да. Все это нужно делать, и безусловно, сейчас очень важно на первом месте, то, что уже говорилось много раз, продолжать все социальные программы, которые были у Рижской Думы. Мне очень жаль, здесь я хочу покритиковать администратора, администраторов, но очень жаль, что они отказались от программы поднять пособие при рождении ребенка на 100 евро, со 150 на 250, да, в бюджете. Но увидим, да, увидим бюджет, они планируют принять через две недели где-то, хотя, на мой взгляд, его уже надо было принять, потому что есть проблема финансирования. Например, я могу сказать, что, вот вы знаете, об этом много раз говорили, и жители Пурциемса, жители Золитуда видят, что сейчас идет пристройка лабораторного корпуса около Золитудской гимназии, Рижской классической гимназии на Пурциема 38. Так что я хочу сказать, вы видите, что уже построен корпус, уже были праздник стропил несколько, пару месяцев тому назад, строители не получили еще ни копейки денег за эти ремонтные работы. Это все происходит авансом. Все эти работы авансируются, они взяли кредит в банке, все это сейчас становится архитяжело, да, они все встроят в счет тех денег, которые они получат. Поскольку Дума эти все проекты акцептировала, и в приоритете европейские деньги, но живем мы 1-12 часть общих денег в Рижской Думе, на сегодняшний момент финансировать эти проекты пока невозможно. То есть, эта сумма, которую Рижская Дума должна строительной фирме за строительство этих двух пристроек, она накапливается, накапливается, поэтому важно как можно быстрее принять бюджет. Поэтому это обязательно, в то же самое время в бюджете обязательно остается то, что я говорил, и питание бесплатно в школах и в детских садах, и мы сейчас понимаем, насколько это важно, особенно в этой ситуации, и проезд бесплатный в транспорте для пенсионеров, школьников и льготы для других категорий. Ну вот, кстати, если опять-таки вернуться, мы с вами говорим, говорим, мы все равно возвращаемся к коронавирусу. Архиважно сейчас оказать помощь фирмам, которые занимаются организацией питания в школах, потому что на сегодняшний момент школы закрыты, им нужно продолжать платить аренду, им нужно продолжать платить коммунальные, им нужно продолжать платить зарплату своим людям, а ничего не происходит. В детских садах в пятницу посещение в детских садах было 39%, в понедельник говорили, что будет 42%, я не знаю, сколько вчера реально пришло, я думаю, что пришло еще меньше. И мы видим группы, где на самом деле по пару детей, поэтому сейчас очень важно им оказать компенсацию. Аж по двум линиям будем их принимать, наверное. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Знаете, у нас товарищ Гуров уже мегазвезда на Болткоме, вот, а от согласия уже выбран и ни разу не пригласили, вы в одну сторону что-то клюете. Спасибо большое. У нас на прошлой неделе был, мне кажется, выбор на все политические вкусы практически. Я хочу сказать, давайте еще один звонок, может, примем, я хочу сказать, я ни слова не говорил о партии, которую я представляю. Да, доброе утро еще раз, да. Сделайте приемник. Доброе утро. Да, пожалуйста. А ведь людям-то пособия надо платить, а вот это вот одна двенадцатая, сейчас еще больше за пособиями пойдут просить. На это деньги есть у этой администрации думать? Спасибо большое, тоже хороший вопрос, да, давайте по порядку, да. Не, ну, поэтому надо смотреть, если мы говорим о пособиях, может быть, нужны какие-то новые пособия, да. Поэтому здесь очень важно, зачастую, почему самоуправление платит пособия, потому что недостаточно эти пособия выплачивает государство. Поэтому здесь очень важно взаимодействие Министерства благосостояния с самоуправлением, в данном случае с Рижской думой. И когда Министерство государства не может взять на себя эту функцию, тогда ее, без вариантов, нужно брать самоуправление. Что будет, может быть, не такой актуальный вопрос в плане денег? Мы знаем, что вот инициатива пешеходной улицы раз в месяц, в начале каждого месяца. Да, я думаю, это очень хорошая инициатива, я ее оцениваю очень положительно. Ну, ладно, мне можно сказать, ты сам это придумал, ты автор, поэтому я поддержал эту инициативу. На самом деле много говорилось, много лет, но объективно люди довольны. С каждым месяцем мы видим, что все больше и больше интерес к этому. Но я говорил, ну, это подтверждение тому, что жизнь меняется. Я, когда была улица Гертруда с парой недели тому назад, сказал, что 7 марта, сказал, что следующая улица, это первая суббота, апреля, это улица Тербатас. Этого не будет. Почему? Потому что просто запрещены какие-то публичные мероприятия, все, да. И дальше надо смотреть, или это пройдет в апреле, или это пройдет в мае. Я думаю, сейчас не нужно придерживаться этого графика первая суббота месяца. Но это обязательно будет проходить. И вот здесь важно, когда закончится вирус, очень важны такие инициативы. И, может быть, нужно сделать все, чтобы, это еще одно дело, от которого зависит администратор, упростить работу в получении разрешения на торговлю. И вот летом, чтобы получить разрешение на торговлю, нужно заплатить нодову, налог, нужно заплатить пошлину. Я думаю, что вот все это нужно сейчас убирать. Да, Рижская дума не дополучит денег. Но мы дополучим в другом, мы дополучим в том эти деньги, когда будет больше предпринимательская деятельность, больше люди будут платить налоги. Мы получим в том, то есть нужно все время поддерживать экономику. Потому что я надеюсь, что, мы все с вами надеемся, что все-таки вирус закончится, граница откроется, и люди начнут ездить, люди начнут ездить в другие страны, и нам это очень важно, чтобы это было. Да, еще один звонок, наверное, примем. Добрый вечер, слушаю, доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Уже хочется доброго вечера. А можно с вас выпросить предвыборное обещание, используясь случаем? Значит, смотрите, я считаю, что скомпрометирована наша Рижская дума всевозможными махинациями, воровством тотальным и так далее. Вы, конечно же, безусловно, очень хорошо помогли нам разобраться, кто воровал, а кто нет. И в связи с этим, смотрите, у нас идут строительные, например, конкурсы. Ну, на эстраду возьмем, да? Вот в момент того, когда идут эти конкурсы, пускай будут все сметы закрыты, потому что это коммерческая тайна. Но когда объект будет сдан в эксплуатацию, обещайте, что вы создадите такую платформу, когда все сметы, все закупки будут открыты в открытом доступе и годны для обсуждения общества. Поясню, у нас 30 тысяч строительных фирм, а выигрывает подряд одна. Вот когда она выиграла его, реализовала и выложила все сметы, 29 тысяч строительных фирм помогут разобраться нам лучше, чем КНАУП и всевозможные комиссии о том, кто и сколько украл. Можно от вас такое обещание получить? С точки зрения предвыборной тактики, сейчас я должен сказать, да, конечно, все можно. Нет, я не буду так говорить, потому что мне моя позиция дороже обещания. Я всегда говорил, что я больше хозяйственник, чем политик. И могу объяснить, общество не должно разбираться в сметах, должно разбираться специалисты, а если есть подозрения о том, что там есть коррупция, то должны разбираться соответствующие органы. Каждому нужно заниматься своим делом. Также, говоря о сегодняшней главной теме, мы с вами все не будем лечить коронавирус. Есть люди, которые это знают. И как лечить? Есть соответствующее образование. Есть сметчики, которые готовят сметы. Есть специалисты, которые это знают. Которые отвечают своим сертификатом. Не только за цены, но и за качество работы. Есть оперативные работники, скажем так, с погонами на плечах, которые отвечают за то, чтобы в стране не было жульничества, воровства и коррупции. Говоря об одной фирме, нет одной фирмы. Но вот знаете, я вам хочу сказать, открыть такой секрет, что когда готовилась первая смета от проектировщиков по металлу, они взяли на эстраду Межопарк, они взяли очень просто. Они взяли стоимость тонны металла, умножили на количество металла, которое появилось, и появилась первая цифра. Когда все пришли в ужас, понимая то, что это не просто металл, а это очень сложная конструкция. После этого появилась от самих проектировщиков другая смета, которая абсолютно другая сумма. И вот я на прошлой неделе подъехал в Межопарк, посмотрел. Знаете, я сам в жизни не видел такой сложной металлической конструкции. Ее там до сих пор докручивают. Они не вышли из графика «Венгры» на три месяца позже. Это все не будет служить задержкой. Все было так уже запланировано. Там был график отдельно для них, отдельно график у строителей. И для заказчика этот объект, как я обещал, и сдадут 18 июня в этом году, несмотря ни на что, несмотря на какие вирусы. И, скорее всего, сдадут еще раньше. Но что я хочу сказать. Это очень сложное. Нет некому сравнивать, когда говорите вы фигурально о 29 тысячах фирм. В Латвии ни у кого нету такого опыта. В Балтии, я это говорю абсолютно ответственно, нет ни у кого такого опыта с такими металлическими конструкциями. Наши проектировщики это тоже не могли сами делать. Все это экспертировала и очень сильно проверяла одна из ведущих 16 немецких фирм, которая занимается экспертизой конструкции. Все это проверяла, когда я говорю венгры, это одно из крупнейших предприятий в Европе, которое специализируется на металлоконструкциях. Они строят очень много футбольных стадионов. А это, в принципе, конструкция, похожая на часть футбольного стадиона, только во многих своих, ну, скажем, вот этих узлах, она гораздо сложнее. И то, когда говорят специалисты, что такой эстрада нет в мире, по площади, по количеству хористов, по сложности, это на самом деле есть правда. Поэтому здесь просто сравнивать, что мы сейчас устроим общественное обсуждение. Это я помню, когда я начал, еще в начале века был начальником управления, мы начали менять пластмассовые окна, вот эти ПВЦ-окна в школах, и меня вызвали на комитет по образованию, и один там такой активный депутат вскочил, спросил цены, метр, потом вскочил, вышел, прибежал обратно и сказал, моя жена сказала, что мы заменили окно дешевле, чем вы это делаете в кухне. Нельзя идти таким уровнем, нельзя так сравнивать. Вот, все это гораздо сложнее. То, что мы говорим о сметах, да, сейчас все говорено в законе, что можно, что нельзя делать. Сейчас впереди судебное разбирательство. Будет очень важный прецедент. Какие сметы можно опубликовывать, какие не надо. Сейчас разговор не идет о том, тайно, не тайно. Сейчас разговор идет между двумя крупными адвокатскими бюро. Кто выиграет? Если выиграют одни, это будет подтверждение тому, что закон нужно выполнять. Если выиграют другие, это будет прецедент, и, в принципе, многие сметы будут открыты. Поэтому дождемся решения суда. А мы дождемся еще одного звонка. Уже дождались. Доброе утро. Слушаю вас. Так, сорвался. Вторая попытка. Доброе утро. Слушаю вас, пожалуйста. Господин Боров. Добрый. На одной из улиц, когда укладывали брусчаточку, там был исторический камень. Его стоимость 4 евро. Он не поступил на склад. Он находится на моем приусталенном участке. Брусчаточка в депо, простите, что-то говорю, стоит 23 евро. А вы ее ставили, эту брусчаточку, если не ошибаюсь, по 60 евроцентр. То есть разница колоссальная. И никто сидеть не будет. Знаете почему? Потому что туда ввели специальную вещь, что брусчатка, эта форма называется старый город. Она производится только одним подконтрольным кое-кому предприятием. Это коррупция в чистом виде. И она защищена законом. И никто не сядет. И вы нам после выборов предлагаете дальше воровать. Только раньше согласие воровало, а сейчас будет кто-то другой, видимо. Спасибо, да. Я могу сказать, что когда был предыдущий вопрос про Межапарк, да, я за это отвечал. Продолжаю отвечать, несмотря ни на то, что я не являюсь заказчиком, да, я это знаю. Говоря о брусчатке, я не в курсе этого. Я никогда работаю директором департамента имущества. Я не отвечал за департамент транспорта. Мне сказать трудно, но у меня у самого возникают вопросы, когда брусчатка меняется, меняется одна и та же. Не будем говорить, когда этот стиль брусчатки, чтобы выложить это один производитель. И так или иначе, этот производитель лоббируется. Поэтому я не знаю. На самом деле, вот та брусчатка, которая выложена сейчас на улице Бривибас, например, или там на других улицах, или на улице Валдемара, это один производитель, или их производят, ее производят. Несколько производителей, если один, то это очень жалко и неправильно. Ну, к тому же, я вижу, что везде она уложена качественно. И это мы видим по улице Крышан-Барона. Говоря про улицу Крышан-Барона, понимаете, вот у меня, например, неоднозначное отношение. С одной стороны, проект хороший. Мы улучшили, несомненно, улицу Крышан-Барона. Нужно ли было делать так? Нужно ли было много так делать видов брусчатки? Я считаю, с архитектурной точки зрения нет. Качество работы, качество работы отвратное. Потому что, если ты идешь не в кроссовках, а идешь, или как женщина на каблуках, вот вы, например, или ты идешь просто в туфлях с твердой подошвой, ты видишь, какая пустота за этой плиткой. Она стучит, глухая, вот стук пустоты, и ты видишь, как эта маленькая брусчатка уже раскололась. Ты видишь, как опустилась улица, какая неровная выглядит, когда переходишь Крышан-Барона в районе улицы Лачпляша. То есть, это о чем? Не было нормального контроля, были поставлены политические сроки, давайте сделаем очень быстро, и вот результат, с которым мы живем. С одной стороны, произошло озеленение, но посадили такие кустики, которые так и останутся на каком-то уровне зародыша и ни во что не вырастут. Поэтому, но тут хотели, как лучше получилось, как всегда. Хотя идея сама по себе была очень хорошая. Последний звонок, наверное, успеем принять. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, господин Боров. Доброе утро. Вот наш дом собрал подписи, наша земля под домом, значит, на стоянке, отдали в ригасному парольнику, он говорит, да, хорошо, нормально, но мы будем 10 евро с вас в год брать, с каждого стоящего. Мы показали им большую фигу, тогда они сказали, собирайте подписи снова, мы снова собрали, а теперь они через два месяца говорят, что у нас денег нет заплатить, всего 1200 евро, а мы говорим, у нас на счету 10 тысяч евро, берите со счетом. Нет, мы не имеем права. Вот издеваются над нами. Если вы нам поможете, мы вас всем домом выберем мэром. Спасибо. Вы знаете, надо понять эту ситуацию, в чем дело. Что может быть? Вот такие есть предположения. Вы знаете, очень трудно понять, сейчас это частная земля, нужно платить за нее, сколько нужно видеть документы, старайтесь записать, вот если у вас есть рядом ручка, я скажу сейчас свой мобильный телефон, запишите его, и можете мне потом прислать записку, позвонить отдельно, буквально хоть сейчас, когда закончится наш эфир. Да, к сожалению. 29-25-44-99. Олег Буров. Это мой мобильный телефон, я не первый раз его даю публично, мне сейчас звонят. 29-25-44-99. Абик абсолютно правильно. Звоните, звоните, у меня сейчас времени больше, в отличие от того, как когда-то был мэром, тогда я советовал звонить по субботам, воскресеньям или по вечерам, сейчас можно звонить и днем, если я вдруг не могу говорить, на какой-то встрече я вам отзвоню, напишите записку, я постараюсь разобраться, задам вопросы. Естественно, у меня возможностей, так скажем, больше, но и знания тоже есть. Нам пора заканчивать на сегодня. Коротко о том, что сегодня в нашем эфире прозвучит, это после 11 часов, не поверите, футбольный клуб, после 12 часов программы «Разворот» директор Института внешней политики, профессор Рижского университета и министра Дани, Андрей Спруц, по скайпу будет в нашей студии, Андрей Лешкевич с ним поговорит. После 15 часов программы абонент доступен, наверное, широко известен многим, доктор Евгений Комаровский. Сами понимаете, о чем речь пойдет. После 16 часов программа «Зеленая лампа» актриса и режиссер Инара Слуцка будет в этой студии. Продолжаем собирать для очередной истории на портале MixNews.lv. Можете почитать про эту историю и в выпусках новостей услышать, кому на этой неделе нужна помощь. И после 17 часов встретились, поговорили, соучредитель «Алтера ЛВ» Артур Костин будет в этой студии, поговорит о том, как позаботиться о своих личных финансах во время эпидемии. На этом будем заканчивать. Анастасия Смоловская, Абби Келкин и Евгений Копейн, звукорежиссер. Всего хорошего.